Добрый вечер всем! Сегодня у нас 1 мая 2023 года, на моих часах 10 часов 30 минут. У нас всё позднее и позднее у меня видео получается. Ну, в общем-то, всех вас ещё раз поздравляю с этим весенним, наверное, так, праздником, праздником труда и мира, естественно. Ну и большое вам тоже спасибо, кто поздравлял той же взаимно меня и всех наших, как говорится, моих подписчиков, всех людей, с которыми мы общаемся. Ну, в общем, было очень приятно получать ваши поздравления и как в личном, так и в общем-то, в общем, в ваших комментариях. Поэтому большое-большое вам спасибо! Ну, у нас сегодня такой, знаете, день прошёл так спокойно, ничего такого особенного. Ну, и даже из каких-то блюд мы особо много ничего не готовили вечером, знаете, сделала улиточки, разогрела улиточки. Ну, так, чуть-чуть улитками полакомились, так скажем. Ну, и всё. Короче говоря, из таких, знаете, из каких-то блюд особых, ну, уже сейчас не то время, чтобы что-то готовить. Как-то всё вроде бы уже не хочется, потому что, во-первых, нас двое было, мы сегодня гулять ходили. Погода такая, знаете, у нас тоже, ну, видели, какая стоит. Растительность, да, у нас действительно большая. Там мне многие написали, что много травы, ой, её прям так много этой травки наросло. Но, как я уже говорила, у нас дожди, и в то же время не холодно-холодно. Отопление уже не включаем, уже довольно-таки тепло. Днём у нас, ну, довольно-таки так, это нормально, хорошо. В общем, короче говоря, так в спокойной обстановке день и прошёл. Вот, завтра тоже у нас такие дела, как нужно будет идти паспорт Жанлюку получать. Ну, не паспорт, он меняет карту свою, как сказать, карту национальности, так вот скажем. По-русски карты ДТТ, карта национальности, наверное, так. Так, и тоже, знаете, тут как-то мы разговаривали, ну, переписывали с Татьяной из Франции. Да, у нас, в нашем, во всяком случае, регион, у нас это какая-то проблема. У нас записываться надо за 2-3 месяца. Ждать эту карту тоже 2-3 месяца, вот эту национальную карту, ну, то есть, как бы, паспорт такой внутренний, так скажем по-русски. Хотя это не паспорт, конечно, но всё равно. И поэтому, ой, у нас это тут очень-очень всё сложно. Поэтому мне неудивительно, что она пишет, что её карта резидента тоже готовится там год или полтора года. Я так считаю, что там, видимо, какая-то у них административные какие-то вопросы, мне так кажется, во Франции. Скорее всего, в связи с этим, что они даже своим-то не успевают сделать, так уж, а что говорить о нас. Поэтому у нас, ну, долго получается, вот, долго карту рассматривают. Раздают ресеписи, то есть, расписки вот эти раздают, пролонгируют наши, так скажем, карты, которые уже заканчиваются. Это наши, я про наши говорю, про резидента. Так мне так кажется, что раз пролонгируют, значит, она где-то готовится, просто где она, неизвестно. Кстати, я смотрела на сайте, на сайте, государственном сайте Франции, я смотрела, что нам после 65 или третью карту, вот эту резидента на 10 лет, то уже должны выдавать, как бы пожизненная должна быть карта третья. Поэтому, ну, может быть, вот вам, Татьяна, как раз и готовят такую карту, и поэтому ее готовят, возможно, долго. Вот, скорее всего, потому что посмотрите на этом сайте, есть там все это объяснено. Кому она положена, кому не положена, я это просто смотрела, потому что буду свою тоже в скором времени менять. Вот, это так, немножечко о картах, административных делах, потому как вот готовимся, и у нас прямо тут тоже ажиотаж. Он у меня ведь ничего сам-то приготовить не может, все документы должна вытащить я, позаботиться я обо всем. Короче говоря, вот так и живем. Вот, это так, немножечко у нас. Дальше, что хотела сказать вам еще о книгах. Вчера я вам про книгу говорила, которую закончила «Элегантность ежика» французской писательницы. Вот, сегодня у меня, как бы, сюрприз. Некоторые люди, некоторые мои подписчики тоже заинтересовались этой книгой. Очень буду рада, если она понравится. Так что, это, опять же, рекомендация была. И Рен, еще раз скажу. И большое-большое, естественно, ей спасибо за такую хорошую рекомендацию. Еще у меня, сейчас я начала, знаете, еще одну книгу слушать. И, на мой взгляд, тоже интересная книга. Довольно-таки необычная и интересная. Я думаю, она английского писателя, но я ее нашла, знаете, как по названию. Мне просто кто-то же из вас, опять же, вы знаете, извините, пожалуйста, я забыла, кто подсказал. А я ее вот тут вспомнила, она как-то у меня в голове засела, это название. И думаю, дай-ка я ее прослушаю. Книга называется «Повелитель мух». Это, знаете, довольно-таки такое интересное. Она не то чтобы детская, она, скорее всего, взрослая. Но пишется о детях. Немножко фантастическая, но, на мой взгляд, очень даже такая, ну, интересная. Я ее начала слушать. Она где-то 7 часов всего длится, вот этот рассказ, эта книга. Причем в хорошем исполнении я нашла тоже в аудиокниге. И, в общем-то, ну, тоже кто-то, кого из, может быть, заинтересует фантастика, ну, довольно-таки интересное рассуждение. Там легкая такая, и, в общем, почему-то думаю, что она тоже не совсем простая. Так что называется «Повелитель мух». Вот, эту вот книгу я вам хотела тоже, ну, порекомендовать. Фильмы пока никакие не рекомендую, потому что вчера вечером начали смотреть тоже какой-то французский фильм. Боевик мне, как показалось. Ну, до того, знаете, ну, не понравился он мне. Я прямо на середине фильма-то и заснула. Сначала думаю, интересный сюжет, потому что что-то мне показалось интересное. Вот какой-то боевик, стреляют, убивают. И самое-то, знаете, главное, что вот сейчас какие-то новые фильмы, не все, конечно, французские, но вот именно вот какие-то попадаются фильмы. Вы знаете, ну, уж я много раз об этом, по-моему, говорила, не членораздельно разговаривают. Они говорят, мне даже Жанлюк их не может понять. Он говорит, что они говорят? Они, знаете, такое чувство, что у них какая-то вот они как-то говорят, как бубнят. Нету вот этого, ну, четкого такого, как произношения. В общем, под нос себе что-то бубнят, бубнят. Ни я не понимаю, так как я, в конце концов, не понимаю я их. Ни Жанлюк даже не может понять. Он говорит, я сам не слышу, не могу понять, что они говорят. То есть что-то как-то бубнят и бубнят. Вот. Сейчас вот такие фильмы какие-то стали появляться. Вот раньше старые фильмы, они как-то, ну, у них такое хорошее произношение французское, так все красиво. Тут же прямо, ну, знаете, уже не первый раз это мы с ним замечаем. Не все, но есть такие. Есть категории каких-то фильмов, видимо, знаете, не очень хороших, мне так кажется. Вот. Короче говоря, сегодня еще осталась часть этого фильма, но, наверное, я смотреть не буду. Я его не выдерживаю, он меня прямо, ну, не нравится, короче говоря. Вот. Поэтому ничего не рекомендую, пока, ну, ничего хорошего не нашла. Это вот о фильмах и это вот о книгах, что мне хотелось сказать. Дальше. Перехожу плавненько, раз уж о книгах заговорили. Мне вчера, уже вечером поздно написали, что я думаю о книге «Душа на завтрак». Так, по-моему, она называется «Душа на завтрак». Я ее как-то скользь о ней говорила, я ее прослушала полностью. Книга довольно-таки странная такая, знаете, ну, на мой взгляд, довольно-таки странная. Я какое-то такое отношение конкретное, я там сказала, высказала свое мнение. Но, знаете, скорее всего, доля правды какая-то в этом есть. Вот. И то, чтобы я сказала бы что-то такая прямо вот серьезная литература, и что там прямо такая она. Но, знаете, боюсь-таки комментариев каких-то таких книг вот интересных, на мой взгляд, они интересные, потому что раз уж мы их читаем, значит читаем. Слушаем, значит слушаем. Я ее полностью прослушала, проанализировала. Ну, что-то в этом есть. Вот, честно говоря, да, есть. Там вообще интересная такая сама эта книга, интересный сюжет довольно-таки. Что это правда, неправда, фантазия, больное воображение, как хотите, называйте. Вот. Но, но, что действительно есть такие люди, которые делятся на то, что как они, ну, как больные что ли люди. Есть такие, действительно люди такие встречаются, которые, знаете, как осознание отключено. Это есть такое. Это действительно я с такими людьми сама иногда вот даже здесь сталкиваюсь. Вот думаешь иногда, думаешь нормальный человек или ненормальный, кто ж его знает. Вот. И не только я. Многие тут тоже с такими людьми в комментариях сталкиваются. Их не так много, но они есть. И вот иногда читаешь, читаешь, да, или думаешь, что у него, голова болит или еще чего. Конфликтные какие-то, знаете. В общем-то. И вот там это так хорошо все в этой книге и объясняется. Насколько это правда, судить не берусь. Вот. То есть такой небольшой комментарий к этой книге. Вот так. Так, дальше, что ж я еще хотела вам рассказать. А, плавненько сейчас перехожу к следующей теме. А следующая тема. Вчера, да, вчера мы говорили, я говорила о том, что, ну, в общем-то, хорошо было бы, если бы, ну, есть желание у некоторых моих подписчиков, ну, рассказывать свои истории. Истории какие-то мистические, знаете, такие, ну, необычные. Так вот, сегодня под моим прошлым видео выложила две довольно-таки, на мой взгляд, знаете, такое изложение хорошее. Такое, в общем-то, мне кажется, в хорошем изложении, в хорошем, ну, сама по себе история интересная и необычная выложила Татьяна из Франции. Вот, поэтому, кто интересуется мистикой, кто интересуется, ну, всякими историями, прочитайте. Кому это будет, может быть, интересно. Я прямо с таким удовольствием перечитала, еще несколько раз их перечитала, потому что понять. Вы знаете, одну из историй, которые она рассказала, первая или вторая, первая, да, история. У меня прямо, знаете, я вот ее читала, там так хорошо она изложила и так хорошо все написала. У меня, знаете, даже мурашки по коже, вот я представила, я прямо вот все, что она там описывала, я на себя почему-то это все так, в общем-то, перепровоцировала, как говорится, что если бы так со мной случилось, я прямо так хорошо все представила, потому что такое описание, и мне стало как-то даже страшно и не по себе. Думаю, боже мой, надо же столько, женщина испытала страху, вот. То есть очень хорошие мистические истории. Я ведь тоже какие-то такие же, такого же типа вам выкладывала. Тоже какие-то мистические, знаете, свои истории и про машину тоже. Там у них вторая история про машину, и у меня было что-то похожее. Я называла ее «Два ангела». Да, история так и называлась о двух ангелах или два ангела, сейчас я не помню. Тоже вот довольно-таки. То есть в нашей жизни часто бывает что-то такое, что мы не можем объяснить. Вот. Сны какие-то бывают и прочее. И вот, знаете, у меня тоже какие-то иногда воспоминания всякие. Ну, у меня иногда бывает все стирается в памяти. Как я уже где-то говорила, о плохом я не помню, я не запоминаю. Плохое. Но тоже хотелось рассказать, но мистическая история, а не мистическая. Вот сейчас с вами разговариваю, вам рассказываю, вернее, вспоминаю историю Татьяны. И сама же вот сейчас вспомнила свою историю. Насколько они все мистические, а не мистические. Но тут еще, знаете, как зависит от того, как ты себя поведешь в той или иной ситуации. Может быть, действительно, как там правильно Татьяна написала, может быть, это зависит от кого-то или от чего-то, что мы не знаем, кто нами руководит. Может быть, это действительно наша судьба. Ну, тут неизвестно. Но бывают довольно-таки, ну, такие странные-странные истории. Знаете, сразу вспомнилось, и, наверное, я вам тоже одну свою историю, это и из молодости расскажу. Я тогда еще совсем молодая была, помню. Совсем, да, молодая студентка я была еще тогда, даже не замужем была. Примерно, наверное, где-то около мне было, 18 лет, наверное, мне было вот где-то в этом возрасте я была. Еще не совсем, как говорится, уже не совсем юная, но в то же время еще и, в общем-то, 17, да, 17-18 лет. Как-то задержалась я долго-долго на своей учебе. Возвращалась я с учебы, помню. Надо было из одного конца города ехать в другой конец города. Город большой, Екатеринбург. И уже поздно села, я помню, на трамвай, с пересадками добиралась. И уже когда в свой район у нас был район, кто живет в Екатеринбурге, я не знаю, это Октябрьский район. Мне нужно было доехать до Шарташского рынка, так называемого. И села я в трамвай, ехала, еду я в этом трамвай. А еще, кстати, от остановки до моего дома нужно было где-то, ну, примерно так в гору по всяким закоулочкам подниматься. Уже темно было, это была зима. И примерно, ну, минут 20 надо было, так, более-менее добираться быстрым шагом. Ну, я так села, сижу в этом трамвае. Чем ближе я подъезжаю к своему, значит, к своей остановке, тем в трамвай становится все пустее, пустее и пустее. То есть уже вообще никого почти в трамвае-то и нету. Вот, ну, несколько человек так вот сидит. Я, значит, села где-то в середину трамвая, а сзади, сзади уже, на задней площадке, так, это, знаете, повернулось, потому что трамвай останавливается. Кто-то заходит, кто-то выходит. Я что-то так повернулась, смотрю, заходит, ну, парень, короче говоря, молодой парень, ну, может, постарше меня лет, может, так, 20-20. Трудно было сказать, такой здоровенький, такой крепкий, вот. Но вы знаете, он пьяный-припьяный, и все лицо у него в крови разбито прямо. То ли ему поддал кто-то хорошо, то ли он вернулся очень хорошо, тут даже и непонятно. А я такая, знаете, в то время, и сейчас то же самое, в то время еще того пуще, я так боялась всякой крови, всяких ран, всяких разбитых лиц. У него и нос, и губы, и все прямо, ну, вот все разбито, вот сплошное, знаете, миссиво лицо. Вы даже не можете определить, то ли он красивый, то ли симпатичный, то ли вообще какой, ну, противный, потому что весь измазан в крови, все прямо течет у него. И вот он такой весь пьяный-припьяный, зашел, там, развалился, сел где-то там сзади, вот, ну, и сидит, и, видимо, приключений, как говорится, ждет, и вот, оглядывается, значит, сидит на всех. Ну, все так отвернулись, сидят, там, я, еще кто-то, а он, это, значит, сидит, все высматривает, все высматривает. И вижу, что он на меня смотрит, я там одна, видимо, такая молодая совсем сидела. А я тоже не смотрю, думаю, боже мой, не смотри, Марина, на него, не смотри, будешь смотреть, он это к тебе и прицепится. Ну, и что вы думаете, моя остановка, значит, нужно выходить. Я, значит, думаю, скорее выскочу и побегу скорее туда наверх, в эти, за колодками своими, к своему дому многоэтажному. Вот, ну, и выскочила, и слышу, он за мной тоже, выскочил и кричит меня, думаю, боже мой, боже мой, и народу, знаете, как назло, ну, никого, не на остановке. Трамвай, естественно, закрылся, уехал, и все. А я такая, значит, иду, мне в эти закоулки надо, а он это за мной, а он за мной. И вот он меня, знаете, я на него не смотрю, потому что мне страшно до ужаса, прямо вот, ну, страшно. Он меня вот это хватает за руку, это, ну, и что-то ко мне, знаете, как бы с ухаживанием с какими-то лезет, еще что-то, в общем, короче, прям близко так ко мне, и все меня это вот за руку-то хватает. Я иду, иду, думаю, боже мой, сама про себя думаю, если сейчас я вот буду, ну, кричать, отбиваться и, как говорится, ну, еще что-то, во-первых, никто не услышит, никого нету, потому что там закоулки какие-то. А во-вторых, думаю, чем я буду больше возмущаться и кричать, он будет больше меня, ну, тут он вообще звереет и начнет меня хватать, потому что чувствую, такой парень-то задиристый как бы, вот. Да еще страшно так мне стало, а он, ну, прямо это, возле меня, я стараюсь с ним иду, и с ним так спокойным голосом, говорю, давай побыстрее пойдем, разговариваю с ним о чем-то, что-то спрашиваю, он мне говорит, как его зовут, я, естественно, не слышу, не понимаю, он мне спрашивает, как меня зовут, я ему, по-моему, даже сказала, а мы с ним дальше идем, он тут что-то со мной, ну, разговаривает, разговаривает. Я говорю, да подожди ты немножко, ну, подожди, говорю, мы сейчас это с тобой, а куда, говорю, куда мы с тобой идем? Я уже так стала, знаете, головой своей соображать, думаю, что же мне ему сказать, что он тут ко мне на улице-то и не приставал, потому что совсем мне добьешься, как говорится, от него. Я говорю ему, ну, пойдем ко мне домой, но у меня дома-то мама еще такая, она у меня строгая, очень сильно, я-то это знала, а он говорит, а кто у тебя дома? Я говорю, дома никого нет, я одна живу. А, говорит, ты одна живешь? Я говорю, конечно, пойдем ко мне, так ему, говорю, про себя дома, сейчас я его заведу до дома, дверь открою, а там у меня мама выскочит, а она выскочит, так выскочит, как говорится. Вот, уже так решила, сама иду, так ласковым голосом с ним разговариваю, а он у меня всю дорогу идет и, знаете, как бы вот схватает меня и разворачивает. Говорит, давай, говорит, я тебя поцелую, я как представлю, что я вижу, его лицо разбитое, все в крови, все течет. Думаю, боже мой, да я думаю, меня сейчас вырвет, меня вот верите, не верите, меня аж тошнить начало от того, что я вот это все кошмар этот видела. Я говорю, да подожди ты, говорю, давай пойдем побыстрее, пойдем, пойдем ко мне побыстрее. Ну, в общем, короче говоря, забежали мы с ним, зашли в мой подъезд, зашли кое-как вот до моего подъезда, он заскочил в мой подъезд, в то время, знаете, подъезды не закрывались, все было открыто, как говорится, заходи не хочу. Мы жили на втором этаже, и вот он меня в пролете, вот между первым и вторым этажом, вот начал он ко мне приставать, уже тут целоваться начал. Ну, вот прямо вот встал, вот и уже все, конкретно уже лезет. Меня, мне совсем страшно стало, мне так противно, так страшно. Я, что было мочи, как закричала, мама, и не знаю, как так получилось, у меня мама, она прям как будто бы под дверями стояла, вот такое чувство, она дверь открывает, я, как что-то гаркнула, господи, и он, ты, чего кричишь, так гаркнула, и он прямо его как ветром сдуло, вот прямо испугался, и меня забыл, и, в общем, вылетел оттуда, как стрелой, в общем, из моего подъезда. В общем, короче говоря, мама меня, можно сказать, спасла. Так вот тоже, вот знаете, вот сегодня рассказ читала Татьянин, и свой вот этот рассказ, свой вот этот жизненный, как говорится, ситуацию тоже, как бы, поставила. И вот тоже, знаете, ну вот, кто ж его знает, пьяный, припьяный, ну вот, видимо, забияка раз, задиристый раз, вот такой побитый, избитый весь. Почему его побили, мы же не знаем, я же не знала, может, из-за девушки или еще, кто ж его знает, вот, и тем более старше меня парень был. Так вот, всяко могло быть, пока шел, мало ли, что бы в голове переклинуло, переклинило бы у него куда-нибудь, затащил бы, и, в общем, короче говоря, делай, что хочешь. Вот, но вот, тем не менее, я его до подъезда, до своего и доволокла, как говорится, и вот, слава Богу, и мама как будто бы под дверями стояла, представляете, вот так бывает в жизни. Так что вот, мама меня и спасла. Ну ладно, на этом, на такой ноте, немножечко смешной, наверное, я заканчиваю сегодняшнее видео. Спасибо вам большое за то, что вы там есть, за то, что вы меня смотрите. И, кстати, еще хочу сказать, был там у меня один комментарий, одна женщина мне написала, что вроде тоже хотела бы, ну, я так понимаю, она постарше немножко меня, и тоже когда-то хотела, мечтала выйти замуж за француза. Так вот, что я хочу сказать, никогда не поздно выйти замуж за француза. Знаете, мы, ну, возраст, как говорится, не имеет значения. Это я говорю вам со всей своей, как говорится, полной ответственности. Мы всегда в душе и молодые, и, в общем-то, все можно, как говорится, если очень-очень этого захотеть. Пока-пока, до завтра. Пока-пока.